Русская служба новостей Русская служба новостей За заслуги в развитии изобразительного искусства Абхазии, популяризацию абхазской культуры, указан президент Аслан Абжане, художнику, декану отделения искусства ГУ, общественно-политическому деятелю Нукзару Логуа, присвоено почетное звание заслуженной работник культуры Республики Абхазия. По поручению президента Аслан Абжане, сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квицине вновь отправились в Донбасс. Это пятая по счету поездка спасателей с начала нынешнего года. На сей раз гуманитарный груз везут в Донецкую Народную Республику, целенаправленном для абхазских добровольцев, защищающих жителей Донбасса. В общей сложности им будет доставлено 10 тонн груза. В первую очередь это продукты питания, бутилированная вода, а также одежда, обувь, спальные принадлежности, средства личной гигиены. По словам руководства спасательного ведомства в Абхазии, гуманитарный груз сформирован как на средства государственного бюджета, так и на личные пожертвования граждан Республики. К ситуации на Украине. Российские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. Авиация России в течение ночи поразила 73 военных объекта Украины, в том числе более 50 мест скопления живой силы и военной техники, 7 опорных пунктов и 4 склада боеприпасов. Российские средства ПВО сбили еще 6 украинских беспилотников и 2 тактические ракеты ТОЧКОУ. Генеральная прокуратура обвинила экс-генерального директора государственной компании Абхастопавец Бабеслан Ивановича в хищении денег в размере около 147 миллионов рублей. Об этом сообщила помощница генерального прокурора Абхазии Рада Сангулия. Дело направлено в Сухумский городской суд. Как сообщалось ранее, проведенным расследованием установлена общая сумма причиненного республиканскому унитарному предприятию материального ущерба в результате преступных действий экс-гендиректора Абитсба в размере 146 миллионов 959 тысяч 196 рублей. Заместителем генерального прокурора Республики Абхазия Тэрк Барусланом Львовичем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело по обвинению экс-генерального директора государственной компании Абхаз-100 Абис Бабеслана Ивановича в совершении 8 эпизодов хищения имущества компании в особо крупном размере с использованием служебного положения путем присвоения и растраты и одного эпизода хищения путем мошенничества, то есть в совершении преступления. По результатам расследования уголовного дела в Министерстве экономики Республики Абхазия внесено представление о применении мер дисциплинарного характера в отношении заместителя генерального директора РУ «Абхазская топливная компания» и главного бухгалтера с рассмотрением вопроса об освобождении от занимаемой должности. Представление внесено и в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия в связи с выявленными нарушениями в деятельности инспекции Министерства по налогам и сборам по Гулыриджскому району. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело в отношении экс-министра культуры Абхазии Аграба Лудиса Эдуардовича и Джинала Надира Ревазовича. В результате совершенных ими действий Минкульту Абхазии причинен материальный ущерб в размере более 14 миллионов рублей. В результате совершенных преступных действий со стороны экс-министра культуры Республики Абхазия Аграба и пособника Джинал Министерства культуры Республики Абхазия причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 14 миллионов 300 тысяч рублей. 20 апреля 2022 года в соответствии со статьями 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия экс-министр Аграба был задержан в качестве подозреваемого и в отношении последнего в установленной законом сроки в Сухумский городской суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 19 апреля в абхазском сегменте интернет-сети была разослана анонимная информация о том, что в районе села Бзыбх неизвестный мужчина якобы пытается увезти с собой школьника. Как сообщили в пресс-службе МВД, таких фактов не было. Сотрудниками Управления внутренних дел по Гагарскому району проводится проверка распространяемой информации. В органы внутренних дел никаких заявлений и жалоб, якобы имевших место противоправных действий в отношении несовершеннолетних, не поступало. Не поступали и обращения на телефоны доверия районных подразделений и горячую линию. МВД обращается к гражданам с просьбой не распространять анонимные сообщения провокационного характера. Делегация из Абхазии во главе с председателем попечительского совета МКДЦ торговым представителем Абхазии в России Олегом Барциц приняла участие в ежегодном заседании Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Содружества независимых государств. После окончания встречи Олег Барциц проинспектировал ход реставрационных и ремонтных работ Национального павильона Абхазии на ВДНХ. Олег Барциц также встретился с генеральным директором ВДНХ Сергеем Шагуровым. Все подробности в репортаже Гугу Цивардания. Разработка и осуществление мер по развитию выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий в государствах-участниках СНГ, содействие продвижению на международный рынок научно-технических и инновационных разработок, товарной продукции, а также участие стран СНГ в международных выставках и ярмарках. Главные цели Межгосударственного совета стран СНГ. В этом году в ежегодной встрече приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана. Делегацию из Абхазии возглавил председатель попечительского совета Международного культурно-делового центра Республики Абхазия Олег Барциц. Абхазия приняла официальное участие в этом мероприятии. В ходе заседания были продемонстрированы серьезный обмен мнений участников этого крупного рынка, этих крупных форматов, которые представляются мне довольно важными и для Республики Абхазия. Я думаю, что нам стоит продолжать идти по этому пути, нам стоит продолжать контакты с странами СНГ, со странами постсоветского пространства, а также очень важный для нас, я полагаю, формат – это участие во всех тех процессах, которые протекают на евразийском пространстве. Олег Барциц также добавил, что Абхазия должна взять серьезный вектор движения в данном направлении и стать узнаваемой на постсоветском и евразийском пространствах. Я думаю, те усилия, которые сегодня прилагают различные структуры Республики Абхазия в своем продвижении к узнаваемости на евразийском пространстве, к узнаваемости своей продукции, своих товаров – это очень важное направление. Нам необходимо двигаться по пути к таким целям, как большая интеграция с Российской Федерацией, а также, я полагаю, это очень важно для нас в перспективе для вступления в союзное государство, которым сейчас два участника на данный момент – это Российская Федерация и Республика Беларусь. Я полагаю, что крайне важным и полезным для Республики Абхазия было бы присоединение к такому формату. На заседании Межгоссовета подвели итоги деятельности за 2021 год, а также согласовали план работы, перечень выставок и ярмарок, предлагаемых к проведению в этом году. Кроме того, участники обсудили ход работ по созданию выставочно-торговых центров в национальных павильонах на территории ВДНХ и перспективы их функционирования. Среди них и павильон Абхазия, где в данный момент активно ведутся ремонтные и восстановительные работы. По окончании заседания Межгоссовета Олег Борцес проинспектировал павильон. О реставрации объекта и сроках его ввода в эксплуатацию ему рассказал руководитель службы технического надзора Сергей Баженов. Уже отреставрированы фасады, кровля здания, потолок, светильники и витражи. Также реставрируются скульптуры. Концепция использования павильона прошла экспертизу в Департаменте культурного наследия. И теперь под его контролем мы выполняем здесь все работы. И я могу сказать, что это несомненный успех Международного культурно-делового центра. Из тех трудностей, которые у нас были, хотелось бы отметить, что была смена подрядчика, была пандемия. Сейчас, несомненно, санкционное влияние. У нас идет смена материалов и зарубежных поставок на отечественные. Но на 95% у нас уже были закуплены и насосные группы, и электрощиты. То есть у нас все это сделано на высшем уровне, на высшем качестве. Также в павильоне будет мозаичный пол Террацу, а в основном зале планируется уложить дубовый паркет. По поручению правительства Абхазии, Международный культурно-деловой центр исполняет обязательства по межправительственному соглашению 2010 года о создании торгово-выставочного центра Республики Абхазия на ВДНХ. Когда на всех значимых совещаниях, когда на всех каких-то таких событийных моментах у нас присутствуют и исполнительный директор, и председатель предпочтительского совета. То есть это вот, я просто чувствую плечо моих абхазских коллег. И поэтому нам совместно удается воплощать в жизнь вот эти моменты, которые, несмотря на все трудности, мы идем к логическому завершению и финишу нашего вот этого красивого павильона. Значение национального павильона Абхазии сложно переоценить. Международно-культурным центром Абхазии здесь уже проведено немало мероприятий, которые посетили тысячи людей. Среди них как москвичи, так и гости столицы – иностранные туристы, подчеркнул Олег Барцец. Это и знаменитое наше участие в формате «Золотая осень», когда создавались планомерно и настойчиво условия для подготовки рынка, под наши товары, под нашу продукцию, мероприятия культурного характера. Сегодня мы приближаемся к завершающей стадии работ на павильоне. Еще раз хочу подчеркнуть важность работы, которую проводит служба технического надзора Международного культурно-делового центра. Это очень важная составляющая работы, которая призвана обеспечить высокое качество и адекватную оценку стоимости работы. Я думаю, что впереди очень большая работа по функционированию самого центра. Мы должны наполнить его реальным содержанием. И тогда этот центр будет и местом притяжения российской и абхазской диаспоры, и будет местом проведения очень амбициозных мероприятий с нашими странами-партнерами, такими как Российская Федерация, Сирийская Арабская Республика, другими странами, с нашими братскими республиками Северного Кавказа. Я полагаю, что эту часть работы нам предстоит еще сделать вместе. Павильон номер 6 построен в 1954 году. Первоначально в нем размещалась экспозиция Литовской ССР. А с 1964 года он носил название «Академия наук СССР. Химия». Совсем скоро его двери откроются вновь в статусе национального павильона Абхазии. Сейчас осталось послаботочки немножко по видеонаблюдению. Из серьезных позитивных моментов отмечаю, что до конца года руководство выставки гарантирует нам ввод павильона в эксплуатацию. Сейчас идут завершающие работы по внутреннему монтажу инженерных систем. И уже заканчиваются отделочные работы. Олег Барцис также встретился с генеральным директором ВДНХ Сергеем Шугуровым. Обсуждались вопросы оптимизации сроков восстановления национального павильона Абхазии, а также планы и перспективы сотрудничества Республики Абхазия с ВДНХ и профильными департаментами правительства Москвы. В Москве состоялась встреча министра культуры Абхазии Даура Ковы с председателем Московской городской думы Алексеем Шапошниковым и министром правительства Москвы, руководителем столичного департамента культуры Александром Кибовским. Обсуждали совместные культурные проекты с участием артистов и творческих коллективов России и Абхазии. Даур Ковы также встретился с депутатом, членом Думского комитета по культуре Ивана Мусатова. Стороны обсудили планы культурного обмена и сотрудничества, в частности, гастроли абхазских коллективов по регионам России, а также проект плана мероприятий по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне в Абхазии. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил работу республиканского наркологического диспансера. Медучреждение рассчитано на 26 койкомес. На сегодняшний день в нем проходят лечение 10 пациентов. Проблем с медикаментами нет. Все пациенты находятся под строгой охраной. В каждой палате стоят камеры видеонаблюдения. Министр осмотрел палату интенсивной терапии, лабораторию и аптеку. На начальном этапе нужно провести косметический ремонт. Пациенты должны проходить лечение в хороших условиях, отметил глава ведомства. В Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба началась неделя фильмов о Великой Отечественной войне для школьников. Мероприятие приурочено к 77-й годовщине Великой Победы. Открыл кинопоказ фильм «Баллада о солдате». Представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Музеем боевой славы имени Владислава Ардзенба проводит мероприятие, направленное на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Так, в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит кинопоказ фильмов для школьников. Фильмы о войне, о Великой Отечественной войне, предназначены прежде всего в воспитании в детях гордости, донесения до них правды о войне, потому что сегодня они могут получить огромное количество искаженной информации и наша задача все вместе донести эту правду, чтобы они с ней шли дальше в своей жизни. В первый день кинопоказа были приглашены учащиеся Сухомской средней школы номер один. Им показали военную драму режиссера Григория Чухрая «Баллада о солдате». Картина повествует о молодом советском солдате Алёше Скворцове. Он совершает подвиг, подбивает два немецких танка. Командование собирается приставить его к награде, но Алёша просит дать ему отпуск, чтобы повидаться с мамой. По пути в родную деревню ему встречаются люди, мимо которых не может пройти добрый Алёша. Всем он помогает, а дни, подаренные ему для встречи с матерью, тают на глазах. В фильме почти нет батальных сцен, потому что война – это не только смерть, война – это ещё и жизнь. Желаю вам мира прежде всего. Наши непростые дни, вы сами понимаете, достаточно взрослые, что происходит сегодня на постсоветском пространстве, особенно на Украине. Мы прекрасно знаем, народ Абхазии знает, что это такое, к сожалению, на себе. Старшее и среднее поколение. Вы, к счастью, войну не застали. И желаю вам ещё раз, чтобы никогда её вживую не видели, только на экранах телевизоров, кинотеатров. Школьники отмечали, что фильм «Баллада о солдате» им, конечно же, понравился. Учителя с ними проводят классные часы, где им рассказывают о подвигах советских солдат. Фильм нам говорит о таких чувствах патриотических. Вот мы видим подвиги Алёши, я прошёл на фронт, там сбил три танка. Фильм очень тоже хороший, вызывает очень гордость за свою родину, за таких парней, которые любят свою родину и так защищают. Нам знакома тема о войне, нам в школе тоже рассказывают, проводятся классные часы. Эта тема знакома. Мой прадедушка тоже участвовал в Великой Отечественной войне и по рассказам родителей тоже знаю. Фильмы о войне и подвигах советских солдат покажут учащимися 9, 10 и 11 классов всех столичных школ. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Министерство культуры Абхазии объявляет о конкурсе на соискание государственной премии имени Таифа Аджба за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы. Премия присуждается за произведения для детей и юношества, получившие широкое общественное признание и ставшие заметными явлениями в абхазской художественной литературе. На соискание госпремии могут выдвигаться опубликованные с 2019 по 2021 годы оригинальные художественные произведения в жанрах поэзии, прозы и драматургии. Документы принимаются до 20 июля в Министерстве культуры. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра в четверг 21 апреля на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погоды без осадков. В конце дня кратковременный дождь, разные интенсивности с порывистым ветром, местами туман. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 12-17, температура морской воды плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok